В Ульяновской области торжественно отметили первый день рождения Фонда Защитники Отечества. За время работы организации было сделано очень многое. Собрана команда единомышленников, налажено эффективное сотрудничество со всеми организациями и предприятиями. Благодаря этому участники СВО и члены их семей получают всю необходимую помощь в короткие сроки. Такая поддержка дополняет уже существующие меры и механизмы государственной поддержки ветеранов. Гостей и участников события поздравил с праздником глава региона. Сейчас множество ульяновцев достойно борются за свое отечество на фронтах со специальной военной операцией. Мы безмерно гордимся своими земляками, участниками СВО. Помогаем, поддерживаем их. И очень важно, что защищая нас, находясь на передовой, наши бойцы знают, что здесь их семьи ни в чем не нуждаются. Что и они получают и всегда будут получать всю необходимую поддержку и помощь. Отдельных слов признательности фонд заслуживает за самые теплые отношения, за то ощущение плеча поддержки, которое чувствуют семьи погибших участников СВО. Одно из главных достижений фонда – создание структуры социальных координаторов. Сегодня они работают во всех без исключения муниципальных образованиях Ульяновской области. Главный упор – на помощь ветеранам боевых действий, демобилизованным из рядов вооруженных сил и членам семей погибших воинов. За прошедший год к нам обратилось почти 4300 человек. Из них 1300 – это именно целевая группа, то есть ветераны и члены семьи погибших. Они задали порядка 7800 вопросов, на 98% из которых мы нашли уже решение. На площадке филиала фонда в будние дни ведут прием представители МФЦ, кадрового центра, Госбюро, социального фонда, страховых компаний. Специалисты консультируют посетителей фонда и оказывают содействие в решении самых разных вопросов. Глава Ульяновского отделения фонда Олег Шегерданов вручил благодарственные письма социальным координаторам и партнерам организации. На праздники прозвучали любимые песни советских лет в исполнении артистов государственного ансамбля «Песни и танцы Волга». Фонд «Защитники Отечества» продолжает работу и строит планы на будущее.